Мужественное лицо, едва заметная улыбка в уголках губ, решительный командирский взгляд. Таким его хотели видеть родные и знакомые гвардии капитана воздушно-десантных войск, таким его запечатлел и скульптор. Сегодня имя Романа Соколова звучит наравне с другими героями новейшей истории России. С импровизированной трибуны в этот день о нем говорили только в превосходных тонах. Роман Соколов, гвардии капитана, не растерялся. Он повел за собой людей. И ребята, которые там на высоте, то, что они сделали, они отстояли. Не просто честь своего родного города, своего военного долга, а честь всей России. И мы каждый раз будем это вспоминать и самое главное говорить нашему молодому поколению. Этот бой на высоте 776 в Шатойском районе Чечни до сих пор обозначен как самый кровопролитный за всю историю второй чеченской кампании. Почти в 25 раз превышающая десантников численно банда Хаттаба и Басаева получила отпор от 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка. В результате жестокого боя было уничтожено около 700 террористов. Но и десантники понесли потери. Из 90 человек выжили всего шестеро. Они и рассказали о подвиге Романа Соколова. Гвардии капитан пока был в сознании руководил остатками роты. Возле него потом насчитали 15 убитых боевиков. Отец солдата таким геройством своего сына удивлен не был. Человек слово, человек дело. Разговаривал с ребятами, с кем он был. Они все время говорили, да, командир весь жесткий. В смысле, по службе. А так, говорят, мы с ним идем в любой бой разведки смело. Мы знаем, что у нас не бороться. В честь Романа Соколова звучат воинские почести. Впрочем, чтят его сегодня не только военные. Инициативные жители постарались. Имя героя носит турнир по греко-римской борьбе, школа номер 8, а с нынешнего года и вот эта улица, которой еще предстоит разрастись. Спустя 20 лет мама Романа Соколова говорит о ценности памяти о нем для будущих поколений. За сына гордость у нас. Почему? Потому что все-таки он не нарушил присяги, которые он давал своей родине и с честью выполнил долг. А еще я хочу сказать, что вот у нас по всей стране установили 84 таких бюста. И около каждого этого бюста проходит различное мероприятие. Там школьники, даже из детских садиков старшие группы. И вот эти мероприятия, они очень много значат для нашей молодежи. В ореоле яркого солнечного сияния бюст героя России сегодня смотрелся особенно символично. Десантник, ушедший в небо. Такое же впечатление, впрочем, городские власти хотят оставить и ночью. Именно поэтому очень скоро постаменты светят прожекторами. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...